МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эта информация передается метеорологам, которые и составляют прогноз для вас на каждый день. Специалисты и сегодня рассказали о резких изменениях в погоде. Завтра уже будет подходить следующий центр циклона к северным районам, поэтому очень быстрая смена на теплую воздушную массу. И пока вот в ближайшую неделю ожидается такая неустойчивая погода, характеризующаяся частым прохождением центров именно циклонов, усилением ветра. То есть такая неустойчивость с усилением ветра и выпадением осадков. С самого утра погода встретила жителей Иркутской области снегом и порывистым ветром. В областном центре дорожные службы уже работают в усиленном режиме. Для расчищения улиц задействованы около 140 человек и 68 единиц спецтехники. Сотрудники ГИБДД предупреждают водителей. Будьте внимательнее на дорогах, не превышайте скорость и сохраняйте безопасное расстояние между машинами. Иркутская область – единственный субъект в России, где выстроена региональная система предупреждения о наркомании. Об этом заявила замминистра по молодежной политике региона Ирина Авдеева во время антинаркотической комиссии. Заседание прошло под руководством губернатора Игоря Кобзева. Наркоситуация в нашем регионе по итогам прошлого года оценивается как нейтральная. С 2020 года указом губернатора в регионе проводят 82 профилактических мероприятия. Большая часть из них реализуются через два государственных учреждения – Центр профилактики наркомании и Центр реабилитации наркозависимых воля. Представители Центра профилактики работают на территории 39 муниципалитетов, проводят мероприятия в школах, колледжах, на предприятиях и других организациях. В 2023 году специалисты провели более 5000 мероприятий по профилактике алкоголизма, наркомании и курения. Консультационные пункты Центра реабилитации функционируют в 23 муниципальных образованиях. В программу реабилитации зачислено 238 человек. Научный руководитель Иркутского государственного университета пути сообщения Андрей Хоменко завершил трудовую деятельность. Об этом стало известно во время заседания ученого совета Иргупса. Андрей Хоменко – доктор технических наук, профессор, заслуженный работник Высшей школы Российской Федерации и почетный гражданин Иркутска. Становление университета шло именно при его руководстве. Андрей Хоменко на протяжении многих лет возглавлял Совет ректоров региона, успешно координировал работу ректорского сообщества, обеспечивал постоянное взаимодействие образователях организации высшего образования с правительством Иркутской области. Игорь Ковзев вручил Андрею Хоменко благодарность губернатора Иркутской области за безупречную работу, достижение в сфере образования, значительный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов железнодорожного транспорта. Конечно, мы не говорим прощайникам, мы говорим, пока временный отчет состоялся, будет переоценка ценностей, наказы. Чтобы был здоровым, я постараюсь оправдать и с новыми силами будем вместе с вами решать все вопросы, которые будут необходимы. Представляете, 40 лет он отработал в высшем учебном заведении под названием Иркутский государственный университет путей сообщения. Все становление шло при нем. Я сегодня благодарен, что Андрей Павлович уже сегодня обозначил задачу, что, ребят, надо готовиться к 50-летию ВУЗа. И мы, конечно, с его подачи подготовим оргкомитет, будем дальше формировать вот эту повестку для того, чтобы ВУЗ развивался. Реставрацию храма Воскресения Христова в селе Верхоленск планируют завершить к концу этого года. Там уже проведены работы по усилению конструкции и внутреннему оштукатуриванию. Также отремонтирована кровля и проведены инженерные сети. По предварительным оценкам, расходы на реставрацию составят не менее 150 миллионов рублей. Как утверждают местные представители Иркутской епархии, после первых колоколов храма Вознесения Христова здесь рядом будет построен мужской монастырь. Сейчас есть уже видимый результат, как и внутри, так и снаружи. Мы видим, что снаружи уже частично фасады оштукатурены. Внутри уже идет отделка помещений. И сегодня сверили часы и с инвесторами, спонсорами, лучше так сказать, с настоятелем. Подробно обсудили все работы, которые планируется проводить в этом году. В мае заезжает бригада иконописцев. Храм будет весь расписан. Письмо тяжелое, письмо очень дорогое, письмо академическое. Самое тяжелое – это расписать храм. И самое дорогое, нежели построить даже. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова